Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Сегодня мы записываем это видео для библейского портала Экзегет. У нас воскресенье, четвертая неделя по Пятидесятнице, и мы открываем в этот день Евангелие от Матфея и читаем об одном из удивительных чудес, которые совершил Господь Иисус Христос, а именно об исцелении слуги сотника. Итак, Евангелие от Матфея, восьмая глава, с пятого стиха. Вообще, надо сказать, что евангелисты по-разному составляли свои святые писания, по-разному подходили к тому, как передать для нас, для следующих поколений христиан, то, чему свидетелями они были о жизни и воскресении Господа Иисуса Христа. И вот евангелист Матфей, который изначально писал на древнееврейском языке и обращался, прежде всего, к первым христианам из Иудеев, он был таким систематизатором. И вот он сначала описывает, как Господь учил, передает нам учение Христово. Вот есть открытие Евангелия от Матфея, то с пятой по седьмую главу, включительно, так называемая Нагорная проповедь, где передаются вот основы учения Христа. О чем он говорил? Как он нам предлагал жить? А следующие главы, восьмая, девятая, они посвящены совершенно другому. Это сборник чудес Христовых. Все чудеса, которые Господь совершал в это время, апостол и евангелист Матфей собирают вместе. Восьмую и девятую главы. И этих чудес десять, что тоже не случайно, потому что это число особое и напоминает нам в том числе и о десяти казнях, которые когда-то произошли в Древнем Египте, когда Бог вывел народ еврейский из египетского рабства. А здесь вот новые десять чудес, но уже совершенно другого характера. Это не грозные чудеса, не казни, а чудеса милости, чудеса явления любви, чудеса исцеления, обращенные к каким-то конкретным людям. В данном случае мы говорим о чуде исцеления слуги римского сотника. Итак, восьмая глава, Евангелие от Матфея, пятый стих. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и спросил его, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Господь вошел в Капернаум. Что это такое? Капернаум – это небольшой городочек, который находится на берегу Галилейского моря. Именно там, в Галилее, в Капернауме и в других соседних городах проходила большая часть жизни Спасителя, большая часть жизни его ближайших учеников. Первые апостолы были призваны именно оттуда. Они были рыбаками, и там вот на берегах этого озера занимались своим рыбацким промыслом. Господь сказал им, оставьте сети свои, будете ловцами человеков. И они действительно оставили сети, последовали за Христом. И Христос ходил прежде всего вот там, вокруг этого Галилейского озера, по разным городочкам, селам, и часто приходил в Капернаум. Многие евангельские события происходят именно на улицах этого древнего города. И сегодня паломники, которые посещают святую землю, могут найти этот населенный пункт. И там есть руины, останки тех домов, которые когда-то были, так сказать, с немыми свидетелями, вот в том числе и этого чуда, исцеления слуги сотника. Некоторые вот из древних камней до сих пор там находятся. И Господь входит в Капернаум, к нему подходит сотник. Кто такой сотник? Сотник — это военачальник, в подчинении у которого находится сто воинов. Ну, в масштабах империи это может быть не очень много, но в масштабах такого небольшого городка Капернаум — это достаточно серьезный начальник военный. Видимо, вот эти сто воинов, они там находились для того, чтобы поддерживать тот порядок, который требовала римская власть, чтобы держать местное население в повиновении. Как мы помним, Израиль во время земной жизни Иисуса Христа был захвачен римлянами, был частью огромной римской империи, такой далекой провинции, как и очень много других земель. Практически все цивилизованное человечество того времени вошло в состав римской империи. И, конечно же, римляне собирали подать, собирали дань руками мытарей, о которых много говорится на страницах Евангелия, Священного Писания. И требовалась такая военная сила, чтобы удерживать в повиновении этот довольно мятежный регион. И вот сотник — это, видимо, начальник всех тех воинов, которые там расквартированы для того, чтобы поддерживать силовыми методами лояльность римской власти. То есть, вообще-то говоря, это враг. Это тот, кто прислан от римского императора с такими вот насильственными целями. Но этот сотник был, видимо, довольно необыкновенным представителем такой вот римского офицерства. Он был очень расположен к тем обычаям, которые были среди евреев. Он, как мы знаем от другого евангелиста, занимался тем, что помогал устроить синагогу, то есть место для молитвы, для собрания, для жителей Капернаума. И тут вот он обращается к самому Господу. Он узнал о том, что есть такой удивительный проповедник, Иисус Христос из Назарета, что многие идут за ним, слушают его. И он поверил, и он пошел к Иисусу Христу, что очень необычно. Казалось бы, должен быть такой гордый, независимый римский воин, не склонный ни к каким сантиментам особенной. Какой там проповедник, какие там чудеса. Но нет. Вот он идет к Иисусу и обращается к нему с вопросом. И говорит, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении, жестоко страдает. Он просит не о себе самом, он просит о каком-то подчиненном ему человеке. Ну, казалось бы, заболел слуга, выгони его, он больше не способен к этой службе, пригласи другого. Может быть, речь идет о сыне. Тут употреблено греческое слово «дюгос», которое, конечно, означает слуга или даже раб. Но вот другой евангелист, евангелист Лука, говорит о сыне. Там употреблено слово «пайс». «Пайс» в переводе с греческого означает «мальчик». И тут вот такая вот как бы двусмыслица перевода. Может быть, мальчик — это сын, скорее так. А может быть, мальчик — это просто вот какой-то молодой человек, молодой мужчина. Может быть, он был услугой. А дюгос — это, да, конечно, раб. Но даже в славянском языке вот мы говорим «отрок» про подростка, начиная с семи лет, мы в церкви называем детей «отрок», «отраковица». А вообще-то говоря, слово «отрок» означает слуга. То есть ребенок в этом возрасте, он как бы должен служить всем остальным, учиться, помогать в быту более взрослым людям. Поэтому вот, может быть, это был и сын, но скорее это был вот какой-то подчиненный. Слово «дюгос» все-таки скорее говорит именно о подчиненном, причем довольно низкого статуса, в низкое место в иерархии, такой вот военный. И вот этот военачальник, он оказывается таким удивительно сердечным человеком, любящим человеком. Он принял близко к сердцу болезнь вот этого мальчика или слуги, или раба, который находил Сонева дома. Он лежит дома, этот слуга, в расслаблении, жестоко страдает. Нет, как мы привыкли вот думать о воинах, что это очень жестокие, жестокосердечные люди, римские воины. Да какое там дело, что кто-то страдает, он и убить может легко. Нет, вот этот воин был с большим и отзывчивым сердцем. Иисус отвечает ему, увидев вот эту доброту, эту заботу даже о другом человеке, Иисус отзывается на это и говорит «Я приду и исцелю его». Дальше потрясающая вещь. Сотник, отвечая, говорит «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Скажи только слово, и выздоровец слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному «пойди» и идет, другому «приди» и приходит. И слуге моему «сделай то» и делает». Мы видим, что этот сотник был не просто человеком заботливым у своих подчиненных, любящим, но еще он был удивительно смиренным, и у него была потрясающая вера. «Господи, я не достоин». Как это он не достоин? У него должно быть такое невероятное чувство собственного достоинства. Он большой начальник, у него в подчинении сто воинов. Он сам говорит «Я легко говорю, иди, и человек идет и выполняет мои команды, мои распоряжения. Мне не надо никуда идти, чтобы самому что-то передвинуть или сделать, или добиться какого-то результата, которого я хочу. Я пару слов скажу, и они побегут у меня, эти воины». Нет, он говорит «Я не достоин». Он, вот как мы знаем из рассказа евангелиста Луки, из параллельного описания, он синагогу построил для них. Казалось бы, очень достойный человек. Вот так вот, настолько заботится о других людях, даже о местном населении, и построил для них синагогу, как они хотели. И тем не менее, вот у него есть это глубокое смирение. Он понимает, что перед ним кто-то необыкновенный, что Иисус, к которому он пришел, это не просто какой-то целитель, а что это какой-то очень достойный человек. А может быть, даже и не просто человек. Он говорит «Я не достоин, чтобы ты вошел в мой дом. Скажи только слово. Вот я говорю слово, и по-моему бывает. Воины бегут и делают то, что я говорю, все мои подчиненные. И тебе я верю, что достаточно только слово сказать, и мой слуга выздоровеет, исцелеет от своей болезни». Очень часто мы требуем почти, хотим, желаем и требуем. «Господи, приди немедленно сейчас в мой дом. Будь рядом со мной. Я хочу тебя просто вот увидеть воочию. Почему ты не показываешься мне в моей жизни? Я хочу явно ощущать, что ты все время рядом». И это, конечно, такая позиция неправильная, потому что вот на страницах Священного Писания мы видим вот другой подход. «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел в мой дом». И апостол Петр в другом месте говорит «Господи, выйди от меня, потому что я человек грешный». Господь есть совершеннейший свет. Господь есть совершеннейшая любовь. Господь есть огонь поедающий. Господь — это такая чистота, такое добро, которое не может соединиться ни с чем злым, ни с чем страстным, ни с чем темным, нечестивым. Это невозможно. Бог есть свет, не может свет соединиться с тьмой. И поэтому, если Господь входит в нашу жизнь, то Он как бы пожигает то темное, что есть в нашей жизни. А в нас ведь столько темного. И если вот в таком состоянии, в каком мы есть, вот Господь вот непосредственно обойдет нашу жизнь, то очень часто это может привести... Это невозможно для нас, потому что слишком много в нас всего темного. Если все это будет сожжено божественным присутствием, то что от нас останется? Нам надо это темное преобразить в свет. Нам надо покаяться. И вот тогда Господь сможет войти в нашу жизнь. Он входит в нашу жизнь настолько, насколько для нас это возможно и приемлемо. Вот в Ветхом Завете даже так говорилось, что не может человек увидеть Бога и не умереть. И Моисей просил у Господа, «Господи, покажись мне, я хочу видеть тебя». И Господь сказал, это невозможно. И Моисей видел, как говорится в Библии, заднее Божие, вот какой-то след божественного присутствия. А в Новом Завете, да, Господь очень близко входит в нашу жизнь. И в церкви, вот, святыми дарами, мы прямо непосредственно с ним соединяемся. Но если это будет вот еще более непосредственно, то это может нас попалить. И поэтому вот более такой здравый подход, это тот, который вот здесь демонстрирует этот удивительный человек, римский сотник. Он говорит, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел в мой дом. Господи, я знаю, что я еще не настолько чист, не настолько преобразил себя покаянием, что столько во мне еще страстного. Нельзя, невозможно сделать так, чтобы ты вот в полноте вошел в мою жизнь. Вот Господь нас любит и бесконечно уважает ту свободу, которую Он нам дал. И вот пока всем своим существом человек не обратится к покаянию и не будет по-настоящему желать, чтобы Бог вошел. Бог очень деликатно к нам входит в нашу жизнь. Он говорит, я стою у двери и стучу. Но войдет ли Он в эту дверь, это зависит от того, можем ли мы его принять и хотим ли мы этого. И вот этот сотник говорит, я не достоин, чтобы ты вошел в кровь мой. Скажи только слово, выздоровец, слога мой. И Господь, услышав это, удивился и сказал удущим за ним, истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Действительно, потрясающая вера. Этот сотник настолько убежден в том, что Христос может сделать это чудо, что вот он ему говорит, я верую, что тебе только слово достаточно сказать. Мы знаем много других чудес, о которых говорится в Евангелии, где посредством какого-то материального действия, посредством какого-то контакта Господь совершал исцеление. Кровоточивая женщина прикоснулась к его одежде, к его ризам, и вот от этого исцелилась. Слепорожденный, который сидел у дороги, не мог видеть, и Господь плюнул на землю, сотворил брение, как сказано в Евангелии, то есть какое-то вот вещество, составленное из земли и слюны, помазал отче слепому, и слепой прозрел. А здесь вот это чудо совершается совершенно без какого-либо материального действия, непосредством какого-либо вещества, вообще без всякого контакта, телесного. И это почему происходит? Именно потому, что сотник имеет такую потрясающую веру, что Господь может и это тоже сделать. И в ответ на веру и бывает божественное действие в нашей жизни. Очень многие другие чудеса, которые Господь совершал, он спрашивал, а ты веришь, что я могу это сделать? И когда человек говорил, верю, тогда он делал. Или наоборот, это сделано тебе по вере твоей. Иди и будь исцелена по вере твоей. Вот много мы такого читаем. Если человек верит, то тогда вот возможно божественное вхождение в его жизнь. И Господь говорит, что и в Израиле не нашел я такой веры. Вот он проповедовал, и многие иудеи совершенно равнодушны были к этой проповеди. Он творил чудеса, и многим было совершенно все равно, какие происходят дивные явления милости Божьей. Он исцелял, а некоторым даже не все равно было, некоторые даже были чрезвычайно раздражены. Что это за чудо такое? А почему в субботу? А почему в день, когда вся должна отдыхать, произошло исцеление человека? Вот в Израиле далеко не все имели такую веру, какая была у этого чужеземца и, казалось бы, врага римского сотника. И Господь говорит, многие придут с востока, запада, возлягутся Враамом, Исааком и Иаковом в Царствие Небесном, а сыны Царствия извержены будут восьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Вот если в Ветхом Завете было такое представление, что вера, принадлежность к особому избранному обществу Божию, она только для одного народа, что все остальные народы лишены такой возможности, то в Новом Завете Господь дает возможность быть членами Его Царствия, гражданами Его Царствия, быть приобщенными к новому Израилю, к этому новому обществу избранных Богом людей. Для любого народа нет такого возраста, нет такой национальности, нет такого народа, такой земли, из которого нельзя было бы прийти, креститься и стать христианином. Апостол Павел потом скажет, что во Христе нет ни эллина, ни иудеи, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, но только новый человек во Христе Иисусе. Вот все наши земные различия, которые так сильно нас подчас отделяют друг от друга гендерные, там, мужчина, женщина, социальный раб, который почти вещь для древнего человека, и свободный человек. Да что вообще общего между рабом и свободным человеком? А вот во Христе они имеют равное достоинство, и в том числе и иудеи, и эллин, неважно из какого ты народа, если ты христианин, если ты ученик Христов, то ты имеешь и спасение от него. И вот Господь здесь пророчески об этом говорит, что истинно говорил, многие придут с востока, запада и возлягутся Врамом, Исааковым, Яковом, то есть будут тоже членами того завета, того обетования, которое когда-то дал Господь Аврааму, древним праотцам, и затем вот по-новому обновил в новом завете. И в том числе вот мы тоже вот являемся исполнением этого пророческого действия Христа. И сказал Иисус сотнику, иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга Его в тот час. Вот в ответ на эту веру, в ответ на это смирение, в ответ на эту заботу сотника о своем близком, Господь совершает вот такое вот удивительное чудо. И слуга этого сотника выздоравливает, причем вот без всякого прикосновения на расстоянии это чудо происходит. И задумываясь над этими строками Святого Евангелия, конечно, мы вот величаем Бога, благодарим Его за то, что Он воплотился и действовал как воплощенная любовь, отзывался на такие просьбы, сказанные Ему с верой, на смирение, на такую вот заботу о ближнем. И, конечно, образ этого сотника напоминает нам и о другом сотнике, который был в момент распятия Христова, присутствовал и пронзил копьем тело Господа, потом уверовал, и сам стал тоже христианином, и потом и мученически отдал свою жизнь за Христа. И вот все эти размышления, они должны нас в конечном итоге приводить к размышлениям о собственной жизни, потому что каждое слово Священного Писания, оно обращено каждому человеку в любое время и относится вот к тому, что происходит непосредственно с нами здесь и сейчас. И вот стоит сравнить свое отношение к близким, свое отношение к подчиненным, если они у нас есть, свое отношение к домочадцам, к родственникам, вот с тем, которое было у этого сотника, свою веру с верой этого сотника и свое смирение со смирением этого сотника. И если мы видим трезво, что как далеко мы от этого, то тогда вот вместе с еще одним персонажем Святого Евангелия возобить Господи, веру, помоги моему неверию, какая-то вера есть, но ее так мало, дай мне вот такую веру, чтобы знать, что Господь одним своим словом сотворивший всю Вселенную может и любое чудо сотворить, и отзывается на нашу молитву, на нашу любовь, на наше смирение и на нашу заботу о ближнем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok